Благословенная Мария, Господь, с Тобою благословена, Благословенная Мария, Господь, с Тобой благословен, Благосленно Твое, моя Господа, противая силий душна. Благосленно Твое, моя Господа, противая силий душна. Национального проекта «Культура». Выставка рассказывает о стилистических особенностях русского церковного искусства на переломном рубеже эпох, окончании позднего Средневековья и начала Нового времени. На выставке представлены 40 произведений русской церковной живописи из собрания Музея имени Андрея Рублева последней четверти XVII века, первой трети XVIII века, созданной в царствовании первого российского императора Петра Великого. Большая часть произведений – иконы, три памятника, фрагменты, стенописи. История русской церковной живописи Нового времени восходит к последним десятилетиям XVII столетия, когда генератором новаторских идей в сфере искусства и средоточием художественной жизни страны была Московская оружейная палата. В ней работали лучшие мастера различных художественных специальностей со всей России, а также иноземцы. Ее иконописцами активно разрабатывалась стилистика живоподобия, которая значительно изменила традиционный облик русской иконы. Живоподобие подразумевало точность передачи анатомических особенностей человека и тщательную пластическую проработку форм. Это направление дало долгую и жизнеспособную традицию, существовавшую на протяжении почти всего XVIII века, и со временем воспринявшую отдельные приемы барокко и рококо. Успокоюсь я, успокоится сердце мое у твоей груди. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. Дорогие коллеги, дорогие друзья, сегодня в Иркутске открывается долгожданная удивительная выставка. Выставка из коллекции Московского музея имени Андрея Рублева. И эту выставку в этом году уже видели жители Тобольска и Хабаровска. Сегодня она открывается для жителей Иркутска и Иркутской области. Здесь представлены 40 произведений монументально-декоративного и иконописного искусства из коллекции, совершенно замечательного, потрясающего музея Андрея Рублева, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве. И вот уже результат. И для нас, конечно, это уникальная возможность погрузиться в мир православного искусства 17 века. У нас такой возможности, я думаю, в Иркутске не было до этого, вот в таком объеме. И я уверена, что эту возможность используют как можно больше людей. Отрадно, что мы открываем эту выставку 1 сентября. 1 сентября – это начало учебного года, начало творческих сезонов. Это время, когда мы снова настраиваемся на рабочий лад. Я рад присутствовать сегодня вместе с вами на открытии этой великолепной выставки древних русских икон. Иконы 17 века. Это, конечно, для Иркутска практически невозможно, потому что сам он был уже рожден, развивался уже больше в 18 веке. И поэтому то творчество, которое к нам привезли, оно в большей степени, конечно, нам было недоступно. Вот в таком осязании личном, внутреннем, когда человек может прийти, приблизиться, постоять у иконы столько, сколько хочет, и почувствовать какой-то внутренний отзыв. Потому что икона – это язык богословия, это сверхъестественное проникновение духа в человека. Человеку главное расположиться к тому, чтобы Господь его просветил. И все, что Церковь дает нам, в том числе иконопись, на нас влияет духовно и благотворно. Ведь здесь все подобрано специально для ощущения человеком этого мира, мира небесного, недоступного нам здесь в полноте, а только лишь через верующее сердце. Здесь все и краски, и сюжеты, и те пропорции, которые иконописцы вкладывают в свои образы, они говорят не о земном. Потому что иконы – это не портреты, это образ духовного. Если человек настраивается духовно, он может познать очень-очень многое для себя, получить большую пользу. Все они написаны при жизни Петра I, первого российского императора, и показывают, как изменился взгляд, рука иконописца под влиянием западноевропейского искусства. Если мы представим себе классические канонические иконы, традиционные для древнерусского искусства, русского иконописания, то здесь мы уже видим живоподобие, использование достаточно широко масляных красок, и этим эпоха Петра интересна и важна не только в рамках всей государственности, но и изобразительного искусства, иконописного искусства. Наверное, всем известно такое устойчивое выражение, что Петр прорубил окно в Европу. А вот нам было интересно как раз заглянуть снаружи внутрь и посмотреть, как вот эти новые веяния, преобразования, которые проходили абсолютно во всех сферах нашего государства, какое отражение они нашли в русском церковном искусстве. Безусловно, области достаточно консервативной и не склонной к каким-то экспериментам и нововведениям. Но вот эта грандиозность этих преобразований, да и масштаб личности Петра, они, безусловно, не могли не отразиться и на русском церковном искусстве. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это очень интересная выставка, выставка, которая, конечно, в первую очередь погружает нас в глубины истории и культуры нашей Родины. Но, в первую очередь, конечно, для меня это интересно, как такое путешествие во времени. Иконы, многие из которых являются практически ровесниками нашего города, и иконы времени Петра. Выставка потрясающая, потрясающая, потому что вот такого высокого уровня икон, действительно, в нашем музее были, конечно, выставки, но вот именно иконописание, причем определенного времени. Более того, я думаю, тут замешан нас святитель Иннокентий. Это вот иконы той эпохи, в которой жил святитель Иннокентий. Ведь он иконописец, он сам иконописец. Он, известно, несколько икон писал здесь, именно уже будучи владыкой. Вы знаете, для меня эта выставка, можно сказать, очень духовно близка. И прекрасные слова владыки лучше не скажут, что такие выставки, такое общение с искусством, оно очищает наши души и сердца. Конечно, выставка очень отражает, очень такой конкретный период развития иконописи. Это переход уже и влияние очень активное западноевропейского искусства, искусство барокко. Это появление как раз вот такой очень материальности, в первую очередь, в передаче телесного. И это, скорее, играет больше не на образ, а на желание сделать икону более красивой, на украшательство иконы. Вот этим характерен этот период. Он, конечно, очень интересный, очень сложный. И где-то больше отходит от такого богословского образа, но в то же время появляется очень много интересных технических приемов. Вот как раз в иконе этого периода очень активно начинает проявляться использование твореным золотом, которого раньше не было. Вообще всем, кто ценит искусство, хорошее искусство. И, быть может, кому-то покажется интересным на этой выставке то обстоятельство, что русская икона очень сильно повлияла на русский авангард своим локальным цветом, своими геометрическими формами, особой перспективой. И я верю, что каждый найдет на этой выставке что-то свое. Меня потрясло, что, когда приехали рублевцы, они посмотрели нашу экспозицию, которая находится в нашем музее, и говорят, а мы тоже привезли Спаса. А мы тоже привезли Спаса. Ну, ваш-то получше. То есть наш зритель, он умеет оценить, потому что у нас у самих совершенно замечательная коллекция. Но это другое время. У нас нету такого количества этого времени работ Петровской эпохи. Другое время, другое понимание. От такой старой-старой иконы перешли, от ликов абстрактных перешли иконописцы уже более понятным образом к очеловечиванию иконы. Хорошо это или плохо, это уже другая совершенно вещь. И я здесь еще хочу показать своим студентам, откуда взял свои истоки авангард. Искусство авангарда, причем не только русского, это и французский, это и матист, который приезжал в Россию, и он восхищался иконой, и говорил, вот, уже, собственно, придумать ничего не надо, уже все придумано. Мы, безусловно, ждем, что она понравится иркутчанам, и надеемся, что она будет интересна людям разного возраста. Потому что икона – это такое искусство, которое открыто и детям, и взрослым. И как раз дети иногда более чуткие к вот этим произведениям духовной культуры, искусства, чем и взрослые. Но в любом случае, специалисты, которые изучают историю или просто интересуются нашей культурой, историей России, я думаю, что всем им будет интересна наша выставка, и они ее посетят и полюбят. Спасибо. 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 Спасибо.